Почему Понаровская стала затворницей, певица, которую называли королевой стиля советской эстрады, скромно отметила 65-летие. Артистка давно живет затворницей в Санкт-Петербурге, не снимается на телевидении, отказывается от интервью. Вот и на этот раз отказалась от общения со СМИ на отрез. Ирина Витальевна из нашей семьи, к сожалению, не общается многие годы, рассказала мир новостей сестра певицы по отцу Надежда. Но все очень давно ее не видели, она живет сама по себе. По горькой иронии судьбы, на следующий день после юбилея артистки ушел из жизни режиссер Леонид Квихининзе. Зрителям он известен по картинам «31 июня», «Мерри Поппинс», «До свидания», «Соломенная шляпка» и другим. С Понаровской и Квихининзе был нежный роман длиной несколько лет, но последние годы они не виделись. К Ире очень нежно и тепло отношусь. Пытался ей звонить неоднократно, но она словно избегает всех, кто как-либо сяжен с ее прежней жизнью. Незадолго до смерти рассказал нам о своей былой вузе Леонид Александрович. От общих знакомых слышал, что ее единственный сын Энтони уже взрослый и живет в Норвегии. Ирина часто его навещает. Некоторое время она занималась бизнесом, держала салон ателье, покушеву и ремонту одежды. Действует ли этот салон сейчас, я не знаю. Нехорошо себя чувствую и мне, если честно, не до воспоминаний. Но, признаться, не могу даже представить себе эту шикарную женщину пенсионеркой. И я, несмотря на свои далеко не 18, певице летом исполнится 81 год, продолжаю выступать. Рассказала нам еще одна легенда сцены, также живущая в северной столице, Эдита Пьехова. Но тут каждый выбирает сам, как и где встречать зрелость. Не люблю слово старость. На сцене или вне ее. Да, у каждого свой путь. Ну а легенда советской сцены Ирина Панаровская предпочла запомниться певицей, которая однажды ушла со сцены, не прощаясь в английском.